Ту-ту-туу Всем привет, с вами Ворм, и сегодня мы... Кхм... Не, не так. Во. Всем привет, с вами Ворм, и сегодня мы продолжаем углубляться в гусью событий, происходящих во вселенной Final Fantasy VII. Это третья часть серии видосов, поэтому, чтобы понимать, что это вообще происходит, кто все эти люди, настоятельно рекомендую ознакомиться с прошлыми частями, плейлист на котором можно найти по ссылке под видео, а также по сплавашке справа вверху. Ведь там я детально рассказывал о похождениях наших героев, о том, как они сбежали из Мидгара, о том, что происходило дальше, когда они преследовали Сефирота, а также основах игрового процесса. Также ты можешь подписаться на мой канал и бахнуть лайк видосу, чтобы они выходили больше и чаще. А то я тут стал уже сильно задерживаться, да. В прошлых двух частях, помимо игрового процесса, как я уже сказал ранее, я рассказал о похождениях наших героев в городе Мидгари, главной столице мира, которым управляет энергетическая корпорация Шинра. Именно по этой части сюжета не так давно вышла игра Final Fantasy VII Remake. Ну, год назад уже, правда, потому что я очень долго выпускаю видео. Во второй части героя, преследуя Сефирота, тайно проникнув на корабль Шинра, переплыли на западный материк, о котором и будет идти речь в этой главе. В этой части, в связи с особенностями событий, о которых вы узнаете, а также из-за моей подачи сюжета большими частями в длинном видосе, я решил сделать некие подглавы. Они не будут означать, что речь в рамках этой подглавы будет идти конкретно и только о каком-нибудь событии или персонаже, так как в этой серии видосов мы придерживаемся общей хронологии сюжета, который может продвигаться через множество локаций. Но по этим подглавам, возможно, будет удобнее ориентироваться в некоторых значимых кусках сюжета. Я старался. В общем, посмотришь и узнаешь. Теперь совсем немного о том, что было в прошлой серии. Выбравшись из города, герои направились вслед за легендарным солдатом первого класса по имени Сефиро, так как он может угрожать самому существованию здешнего мира, который считался мёртвым до недавнего времени. По рассказам главного героя, это очень сильный персонаж с очень загадочным прошлым. Преодолев различные возможные препятствия, наша команда пробралась на корабль сына, недавно убитого президента корпорации Шиннера по имени Руфус, который теперь является новым президентом этой корпорации. На этом корабле герои убедились в том, что Сефиро действительно жив. Так кто же эти герои? Главный герой игры — наёмник, бывший солдат первого класса с огромным двуручным мечом Клауд Страйп. Лидер террористической группировки Лавина с пулемётом-протезом вместо правой руки Баррет Уоллес. Подруга детства Клауда и профессиональный боец рукопашного боя Тифа Локхард. Милая цветочница и последняя из расы древних Айрис Гейнсборо. Непонятное кошко-собакоподобное существо, которое умеет говорить человеческим голосом. Последний представитель своего вида Ред-13. Подозрительная девочка-ниндзя, которая любит деньги, Юфи Китсураги, которая могла не быть с героями, о чём я рассказывал в прошлой серии. Вот они, и их корабль только что прибыл в порт круизного городка Коста-дэл-Сол. Без каких-то особых проблем покинув корабль и поделившись впечатлениями, как милый и забавный Баррет смотрелся в костюме моряка, прямо как Мишка в костюме Зефирки может пуштить Клауд. Команда решает временно разделиться и отдохнуть. Ред-13 пойдёт искать место попрохладнее, так как ему слишком жарко, Юфи куда-то убежит с просьбой не искать её, а Айрис задумается, не стоит ли ей позагорать, раз есть такая возможность. На что Клауд может ответить, что ему нравится бледный цвет кожи, либо небольшой загар, что Айрис запомнит. Ребята вовремя ушли из порта, так как вслед за ними из корабля вышли Руфус и Хайдеггер. Руфус очень недовольен Хайдеггером, ведь он знает, что на корабле вместе с ним были как Сефирот, так и Клауд с его командой, что говорит об очень плохой работе главы отдела общественной безопасности. Молодой президент ожидает результатов от военного, который только умеет, что приносить извинения за свои промахи. Руфус улетает на недавно прилетевшем за ним вертолёте, пока Хайдеггер снова пытается выместить злость на своих подчинённых. Коста-Дель-Сол – это небольшой круизный городок, в котором главной особенностью является большой шикарный пляж, где много красивых спортивных девчонок и парней. По крайней мере, так говорят. Сюда приезжают, чтобы классно отдохнуть и позаниматься серфингом. Гид города после отдыха рекомендует посетить огромный развлекательный центр Gold Saucer – «Золотой блюдце», как я буду называть его дальше, если есть деньги или хочется разбогатеть ещё больше. Вполне возможно, что Сефирот направился именно туда, либо там можно будет что-то о нём узнать. В центре городка удобно расположился в тени Ред-13, который играет с детишками в мяч, отбивая его своим хвостом. Тут на всякий случай уточню, что это существо не является каким-то мутантом или монстром, который раньше был человеком. Он таким и родился, и, по словам учёного Ходжи, является последним представителем своей расы. Хотя, как говорит Ред, его хвост двигается независимо от его желания. Клауд может пнуть мяч в Реда посильнее, на что тут обидится и загавкает на грубияна, что больше указывает на его схожесть с семейством собачьих, хотя, на мой взгляд, он всё же больше похож на кота. Но не суть, отвлеклись. Недалеко от Реда в магазине материи решила подзаработать Юффи, помогая обычному продавцу. Это просто стечение обстоятельств, или, может быть, ей нравится материя? Хм. В одном из зданий какой-то ржеволосый парень по имени Джонни явно пытается подглядывать за девушкой в душе, хотя сразу притворяется, что этого не делал. Внезапно он говорит, что узнаёт Клауда, ведь они раньше вместе были солдатами, а также дружили в детстве. Но он никак не может вспомнить имя Клауда, а тот не помнит самого Джонни. На самом деле, этого парня уже можно было встретить ещё в Мидгаре, например, около борделя медовых пчёлок у Уолл-маркете. По различным вырезанным материалам и Вики, можно узнать, что на самом деле он дружил в детстве не с Клаудом, а с Тифой, и был тайно в неё влюблён. А после взрыва первого реактора группировка Лавина решил попытать счастье и отправиться в путешествие, в итоге достигнув этого самого дома в Кост Дел Сол. Девушка же в душе, это уже действительно его девушка. Но он как был извращенцем, так и остался, Лол. Солдатом раньше он тоже не являлся, это косяк перевода с японского. Вероятно, имелось в виду, что он просто хотел стать солдатом, как и большинство детей по типу Клауда. Но мы снова отвлеклись. На пляже можно встретить Айрис, которая показывает Клауду на несколько красивых девчонок в бикини, которые валяются на песочке вместе с внезапно профессором Ходжо, тем самым стрёмным главой научного департамента Шиндера, который изучал Реда-13 и Айрис. Последний раз мы слышали о нём слухи, что он пропал из Мидгара. Сейчас же он просто загорает прямо в своём рабочем халате. Он узнает Клауда и начинает задавать ему странные вопросы о его схожести с Сифиротом и не хочет ли тот быть его подопытным кроликом. Также он интересуется у Айрис, как дела у её матери, которую зовут Ифална, хотя она уже давно умерла. После непонятных расспросов профессор замолкает и продолжает сидеть на солнце, не обращая внимания на героев. Клауд уже собирается выбить из него ответы, угрожая мечом, но команда решает, что это плохая идея и оставляет чокнутого профессора среди этих девиц, которые по какой-то причине явно им восхищаются. Возможно, халат профессора таит под собой большие секреты. В общем и целом, отдохнув и собравшись силами, герои направляются дальше на поиски Сифирота и покидают Коста Делос Сол. Выйдя из города, они почти сразу могут увидеть вдалеке огромный развлекательный центр Золотое Блюдсен, расположенный среди песков, но путь преграждает река, через которую команда Клауда не может перебраться. Приходится идти через горы Коррелл. Пройдя по горам и дойдя до более опасных мест, герои встречают мужичка, который сообщает им, что недавно видел здесь человека в чёрном плаще. Он пытался сказать ему, как опасен путь дальше, но человек в плаще просто его проигнорировал. Мог ли это быть Сифирот? Поднявшись по утёсу, герой выходит к местному реактору Мака. Реакторы энергетической корпорации Шинера расположены по всему миру, но этот выглядит заброшенным. Вокруг него нет никого, кроме множества монстров, которые появились явно из-за плохого влияния реактора на окружающую среду. Пройдя мимо него, герои выходят к железной дороге. По ней они могут дойти до ближайшего города, но для этого нужно пересечь железнодорожный мост, который переживает явно не лучшие времена. Он поломан во многих частях, а иногда ломается прямо под ногами наших героев. Игрок может вовремя нажать кнопку прыжка, чтобы не упасть. Если же он всё-таки начнёт падать, то может заставить Клауда махать руками, чтобы сдвинуть его вправо или влево. Таким образом можно подобрать ценные предметы, оказавшиеся каким-то образом на старых ржавых балках моста, например, крутой посох колдуна для Айрис. Клауд в любом случае успеет вовремя схватиться и не убиться на смерть от падения, после чего залезет обратно на мост. Дойдя почти до конца моста, вся команда натолкнётся на препятствие – разводной мост, который можно опустить только из будки управления, к которой можно дойти только по другим путям железной дороги. Здесь же Клауд может выбрать, кого оставить отдохнуть, а кого взять с собой, если требуется. А если оставить внизу девчонок, то они будут мило радоваться, как смелый Клауд бежит исправлять ситуацию. Кое-как разобравшись с рычагами управления в будке и опустив мост, Клауд может услышать птичье щебетание наверху где-то рядом. Поднявшись в сторону этого звука, герой обнаружит гнездо с маленькими милыми птенчиками, в котором явно спрятано что-то ценное. Игрок может выбрать – оставить птенчиков в покое, либо забрать сокровища. Во втором случае на героев нападёт их большая мама-птица, которую придётся убить и оставить птичек с сиротками. Но это уже игровые условности. Идя дальше по мосту, можно встретить, вероятно, ленивого рабочего, который просто валяется и ничего не делает, хотя, возможно, как раз он и должен был чинить весь этот мост, который наши герои не без труда преодолели. Тем не менее, пройдя ещё один железнодорожный мост, на этот раз навесной, герои наконец-таки дошли до ближайшего города. Ну, как города? Северный Карелл. Каменная яма, состоящая из разрушенных домов и палаток, где явно царит бедность. Очередные трущобы только среди гор. Внезапно один из жителей узнаёт Барретта и кричит другим, что он здесь. Барретт просит героев подождать и идёт к явно знакомым ему горожанам. Вместо какого-либо рукопожатия, Барретта приветствует смачным ударом по лицу. Мы уже знаем, какой Барретт может быть буйный и агрессивный, но в этот раз он даже не сопротивляется, как будто бы заслуживает этот удар. Жители начинают издеваться над Барреттом и сочувствовать команде Клауда, ведь они тусуются с таким смертельным приговором, как Барретт. Они обвиняют его в том, что именно из-за него Северный Карел превратился в эту помойку и он не должен был сюда возвращаться. Барретт лишь выдавливает из себя горестное... Простите. Жители в негодовании расходятся от него, обзывая технофриком из-за его протеза пушки вместо правой руки, которую никто в здравом уме делать себе не будет. Вернувшись к Клауду, Барретт подтверждает слова жителей. Это правда, что именно из-за него этот город был уничтожен, но как и почему пока не рассказывает. Из-за данного инцидента часть жителей явно не ведёт себя гостеприимно, ведь теперь единственная их возможность свести концы с концами это только собирать мусор. Другая часть жителей, торговцы, просит купить у них хотя бы что-нибудь, лишь бы получить деньги, которых у них здесь особо не водится. Также говорят, что рядом есть канатная дорога, которая ведёт золотое блюдце, хоть им и без разницы, ведь денег у них нет. В одном из домов, если его ещё можно так назвать, семья говорит, что всё это произошло с городом из-за реактора Мака, мимо которого ранее проходили герои. После его появления возникли эти разрушения, и некоторые в прошлом сильные люди стали инвалидами. Один из здешних хламосборщиков спрашивает у Клауда, действительно ли сейчас популярны татуировки в больших городах, ведь он недавно видел молодого парня в чёрном плаще с татуировкой в виде большой цифры 1, который отправился в сторону канатной дороги, и эта татуха выглядела реально круто. Теперь уже более чем очевидно, что путь героев лежит в золотое блюдце, и они собираются возле вагонетки этой канатной дороги. «Но в чём дело, Баррит? Что произошло?» – вопрошает у него Айрис. «Когда-то Карелл был его домом», рассказывает он, «но этого города здесь больше нет. Он сгорел около 4 лет назад». Карелл всегда был угольным городком. Может быть, он был пыльным и бедным, но спокойным. Обычный маленький городок. Тогда-то Баррит и услышал впервые словосочетания «реактор Мака». Корпорация Шинра во главе с главой оружейного отдела Скарлетт прибыла в данный город, чтобы получить разрешение на строительство своего реактора Мака рядом. Это должно было улучшить качество и ценность города, принести новый доход и ресурсы, но взамен город лишится угольных шахт. Почти все жители были рады этой затее, но только один молодой парень по имени Дайн, лучший друг Баррита с самого детства, был против. Ведь углём в этом городе они занимались на протяжении поколений. Отцы и отцы отцов рисковали за него жизнями. Барритт же, напротив, был тем, кто одним из первых выступал за эту идею. Он считает, что настало время отказаться от угля, ведь его уже никто не использует в сегодняшние дни. Также Барритт не хочет, чтобы его жена по имени Мирна страдала, вероятно, из-за какой-то болезни, продолжая жить в этом пыльном городе. Настало время перемен. В этом он убедил и остальных жителей города. В итоге Дайн был вынужден согласиться с его доводами, хотя ему было трудно принять отказ от угольных шахт. Таким образом, реактор Коррелла был построен. Все жители Коррелла считали, что это упростит им жизнь, но... Когда Барритта и Дайна не было в городе несколько дней, Коррелл был сожжен солдатами Шиннера. Сгорели все его горожане. Все родственники Барритта. Все и вся. Солдатами Шиннера? Из-за чего? Изумляется Клауд. Каким-то образом в реакторе произошел взрыв. Шиннера обвинила в этом инциденте горожан Коррелла. Сказала, что взрыв был подстроен повстанцами. Именно из-за этого случая Барритт винит себя. Из-за того, что помог построить реактор. Из-за того, что потерял свою жену Мирну. Именно из-за этого он стал ненавидеть Шиннера. Хотя Тифа, находящаяся в шоке, ведь Барритт никогда и об этом не рассказывал, и пытается его успокоить, ведь раньше все верили обещаниям корпорации, тот все равно не может взять себя в руки. Лишь одна Юффи, если она в команде, не сочувствует ему. Никогда нельзя доверять корпорации Шиннера, как она говорит. Тем временем сообщают, что вагонетка канатной дороги скоро поедет в Золотое Блюдце и герои отправляются в путь. Просто огромнейшее сооружение, похожее по задумке на большое дерево, полностью состоящее из зон для развлечений. Казино, гонки Чокова, игровый автомат и даже отель, оформленный в стиле дома с привидениями. Здесь есть все, чтобы круто развлечься. Ха, если у тебя есть деньги, конечно. Плата за разовый вход стоит 3000 гилей. Либо же можно купить сразу бессрочный пожизненный абонемент за 30000 гилей. По меркам этого мира это весьма внушительные суммы денег. А по игровым меркам у среднестатического игрока без особого фарма на текущий момент может едва хватить средств на 1-2 прохода. Ужас. Однако внутри этого заведения гили почти не используются. У них применяется специальная валюта GP Gold Points. Только этой валютой можно совершать оплату в большинстве местных аттракционов. Максимальный лимит 10000 GP, хотя и накопить такое количество не так-то просто. Из главной комнаты с помощью специальных труп-горок можно попасть в отдельные районы этого комплекса, часть из которых я упоминал ранее. Айрис прямо горит с желанием повеселиться, раз уж они попали в такое классное место, но понимает, что сейчас не лучшее время для этого из-за состояния Баррета и пытается его подбодрить. Но у нее не особо удачно это выходит, после чего Баррет в ярости бросает команде, чтобы они развлекались без него, но они забывали, что ее ждет Сефирот, после чего убегает. Клавд может взять с собой одного спутника и отправиться изучать это место и развлекаться, если захочет. Для развлечений игроку в целом доступно 7 видов аттракционов. Театр, который сейчас, к сожалению, не работает. Но от обычного театра в целом ничем не отличается. Есть места для зрителей, есть сцена, как заработают будут и актеры. Гонки Чокоба, где можно сделать ставки на двух наездников одновременно. То есть всего участвуют в гонке 6 гонщиков, из которых можно сделать ставку на двух, которые, по мнению игрока, займут первое и второе места. Чем точнее игрок угадает, тем больше выигрыш. У каждого наездника есть свое имя, а у его Чокоба максимальная выносливость и максимальная скорость. Плюс птицы и форма наездников еще различаются цветом и можно выбрать просто тех, кто нравится внешне. В общем, классические ставки. Каждую такую гонку игре под веселую шокобовскую музычку. Гостиница в стиле дома с привидениями. По работе в целом такая же гостиница, как и любая другая в любом другом городе, но с прикольным антуражем. Здесь также есть свой магазин, где можно купить стандартные предметы. Арена, где можно проявить свои навыки бойца, сражаясь с монстрами в одиночестве, получая различные модификаторы после каждого боя, которые усложняют следующий бой. Некое подобие американских горок, где нужно от первого лица отстреливать из бластеров различные объекты, чтобы набрать как можно больше очков для более высокой награды. что-то похожее на колесо обозрения, где можно прокатиться на вагонетке вокруг всего комплекса, посмотрев на всю эту красоту, которая будет сопровождаться различными салютами со стороны. И, наконец, райончик забит до отвала игровыми автоматами на любой вкус и цвет. В районе американских горок можно встретить перекачанного бодибилдера в красных плавках по имени Дио. Простите. Он является владельцем всего золотого блюдца. Поговорив с ним, он будет демонстрировать свои мускулы и рассказывать, как здесь все круто. А потом спросит, знает ли Клауд, что такое черная материя. Недавно к нему подходил паренек на вид по возрасту, как и Клауд, и задавал ему такой вопрос. Этот парень был в черном плаще с татуировкой в виде цифры 1. Куда он пошел? Вопрошает Клауд. Но Дио без понятия. Предлагает ему поглядеть на арену и уходит. Попав в зону с игровыми автоматами, Клауду с его спутником подойдет странное существо. Говорящий кот с короной на голове, сидящий на большой плюшевой игрушке с маленькими крылышками. Кот на самом деле не настоящий, а механический, хоть и выглядит очень похожим на живого. Он называет себя машинной гадалкой и зовут его Кат Ши или Кайт Ши или Кайт Сиф или, как я называл его раньше у себя в голове, Кейт Сиф. Кетто Ши. По всем Вике придерживаются первого имени, поэтому будем называть его так же. Но суть не в имени, а в том, что он, да-да, внезапно свалившийся нам на голову седьмой игровой персонаж, если учитывать Юфи. Этот Кат Ши заявляет, что он не только видит будущее, а может видеть вообще абсолютно всё. И тогда Клауд спрашивает у него, где находится человек по имени Сифирот. Кат Ши делает странные движения и выдаёт Клауду карточку с ответом о том, что Клауд обладает обычной удачей, ему нужно делать добро для других, чтобы, в общем, обычный ответ обычной гадалки. Кат Ши предпринимает ещё одну попытку, из которой Клауд узнаёт, что его счастливый цвет синий. Когда наш герой уже собирается уйти, Кат Ши снова пытается что-то нагадать и на этот раз у него получается более странный ответ. То, зачем ты гонишься будет твоим, но ты потеряешь что-то дорогое. Кат Ши впервые смог нагадать что-то подобное и под этим предлогом он собирается присоединиться к команде Клауда, ведь из него будет плохой гадатель, если он не узнает, что получится из его предсказания. Отказаться от такого попутчика Клауд не может, ведь Кат Ши просто входит в Клауда, присоединяясь по игровой механике к отряду, а игроку выбора также не дают. В общем, теперь эта штука с нами. Кат Ши использует в качестве оружия мегафон, в смысле рупор, а не сотовый оператор, в которой кричит команды своей плюшевой игрушки, на которой сидит, а та в свою очередь дубасит врагов своими кулачищами. Из игровых автоматов в этой зоне Клауд может поиграть в армрестлинг, суть которого в том, что нужно быстро-быстро давить на кнопку, баскетбол, где нужно вовремя зажать и отпустить кнопку, чтобы точно попасть в корзину, либо в обычные рандомные автоматы, которые могут выйти в случайный предмет. В другой комнате зоны игровые автоматы поинтереснее. Есть опять же гадалка, которая выдает рандомные фразы, но рядом с ней можно покататься на мотоцикле. Суть и внешний вид почти абсолютно те же, что и в мини-игре при побеге из Мидгара, но теперь за сбитые мотоциклы можно заработать очки. Чем их больше, тем больше награда в виде GP. Также здесь есть виртуальный файтинг. Игрок может нажимать одну из трёх кнопок для верхнего, среднего и нижнего удара. Противник, в свою очередь, может проводить такие же атаки. По сути, игра похожа на камень-ножницы-бумага. Если направление ударов совпадает, то они блокируются. Средний удар бьёт верхний, нижний бьёт средний, верхний бьёт нижний. Атаки происходят одновременно, и предсказать, как именно ударит противник в следующий раз нельзя. Сила рандома наша, всё. Помимо этого, рядом есть игровой снотборд, который сейчас занят, а также подводная лодка, которая находится на починке. Не знаю, зачем я это упомянул, просто на всякий случай. А также игровой автомат, чем-то напоминающий визуальную новеллу или что-то такое. Это игра про Мога. Мог, или по-другому Мугл, существо по типу Чокоба. В том смысле, что муглы также появляются в других частях серии Final Fantasy, хотя сюжетно и миром они вообще никак не связаны. Именно на большой, плюшевой версии Мугла, кстати, сидит Кадши. Такой же Мугл или Мог сидит на Чокоба, который призывается материи призыва Чокомог. Кстати, в прошлой главе забыл рассказать, что при данном призыве в редких случаях удается призвать Толстого Чокоба. В общем, история о Моге заключается в том, что он достиг своего пипа-пупо эм, пипа-пупо-пупо возраста, эм, то есть 28 лет в человеческом эквиваленте. В это время ему уже пора найти себе пару. Ставь лайк, если тоже достиг пипа-пупо-пупо возраста. Но, чтобы соблазнить девочкам Мугла по имени Мег, Могу необходимо научиться летать. Но наш Мугл очень неуклюж и не может справиться сам и очень грустно и печально падает на свое пузико. Нажав на кнопку, ему можно кидать орешки. Собственно, в этом и заключается весь игровой процесс. Мога нужно накормить таким образом, чтобы он не остался голодным, но и не сильно объелся. Если все пройдет удачно, то Мог сможет взлететь, чем влюбит в себя Мег. Они будут жить долго и счастливо и наплодят множество милых мугляшек. Конец. Все, кому понравилось подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите. Ладно, продолжаем. Награды за прохождение этой чудесной истории нет, но если показать, как пройти эту игру парню, который стоит рядом с автоматом, то он даст 30GP. Ну да ладно, что у нас дальше? Дио! Говорил попробовать арену, поэтому пойдем туда. На подступе ко входу арены стоит охранник. Стоп, что? Мертв, сообщает Клауд и устремляется вверх по лестнице. В помещении арены лежит множество убитых людей. Неужели это сделала Сефирот? Но нет, они все были застрелены, а Сефирот никогда не использует огнестрельное оружие. Вдруг одна из кассирж подает признаки жизни. Она из последних сил выдавливает из себя, что все это сделал человек с пулеметом протезом вместо руки. Что? Неужели это? Внезапно прибегает охрана, вместе с которой идет и хозяин золотого блюдца Дио, который пытается начать допрос команды Клауда о произошедшем. Однако Катшик говорит, что все это плохо выглядит и нужно бежать. И, собственно, убегает в боевую зону арены. Остальным героям остается только бежать за ним. Но они попадают в тупик. Клауд пытается объяснить, но Дио его не слушает. Призванные им специальные роботы захватывают всех героев и спрыгивают с ними в некую яму, которая ведет, прямо скажем так, к корням золотого блюдца. Ну, или на его дно. Пустынная тюрьма или тюрьма Карелла объясняет Клауду Катши. Естественная тюрьма посреди пустыни, которая окружена зыбучими песками и глубокими расщельнями, из-за чего из нее невозможно сбежать. Однако, одна возможность выбраться все же есть. Катши не успевает договорить, так как другой спутник Клауда видит Барретта неподалеку. Тот стоит рядом с очередным застреленным человеком и просит Клауду с друзьями не подходить к нему и оставить его одного, так как он должен кое с чем разобраться. После этого он убегает. Катши не понимает, что герои нашли в таком опасном типе, как Барретт. На территорию тюрьмы есть несколько полуразрушенных домов, посреди которых расположен центральный лифт, ведущий обратно в золотое блюдце, а также много разбитых ржавых машин. Помимо зыбучих песков, опасность здесь представляет множество бандитов и воров, которые могут преследовать и смеяться над новоприбывшими заключенными. Но среди них есть и более-менее адекватные люди. Некоторые из таких рассказывают, что в центральный лифт можно попасть только в том случае, если тебя выберут в качестве наездника для аттракционных гонок Чокоба наверху. Кандидата на роль гонщика отбирает некий босс. Но кто такой босс, героям не сообщают, несмотря на их вопросы. Тут же есть три странных типа, которые всегда говорят только ложь. Например, они рассказывают, что никогда не слышали про парня с пушкой вместо руки, что выбравшись в открытую пустыню необходимо стоять на месте и не пытаться бежать, и что нет никакой возможности встретить там таинственную повозку Чокоба. На самом деле, если игрок решит попробовать сбежать из тюрьмы, попытавшись преодолеть бескрайнюю пустыню зыбучих песков, то кроме песка и весьма опасных огромных червей с зубастым ртом привет Игоря Дюна, он ничего не найдет, в какую бы сторону не бежал. Если же он все-таки продолжит свой бессмысленный бег все дальше и дальше от начального экрана, то к нему внезапно выйдет странная повозка с запряженным Чокоба, хозяин которой отвезет героев обратно в тюрьму. Рядом с лифтом в тюрьме находится грузовик, в кабине которого герои могут отдохнуть, а в его кузове, который охраняется от обычного тюремного отребья, ведет свои дела некий мистер Коутс. Он кто-то вроде местного старшака, но также не говорит, кем здесь является босс. Зайдя в один из пустых заброшенных домов, герой слышит скрип. Видимо, здесь кто-то прячется. Внезапно в дом врывается Барретт и кричит на них, что просил не идти за ним, после чего направляет на них свою пушку протез. Катши умоляет его выслушать их и разобраться в том, что происходит, но Барретт его игнорирует и начинает стрелять. Он убил бандита, который прятался в этом доме и не хотел, чтобы команда Клауда принимала участие во всем этом. Как раз вовремя, на звук стрельбы, в дом прибегают все остальные участники команды Клауда. Айрис тонко подмечает, что говорить подобным образом это слишком опасно, не хотел, чтобы в этом участвовали, бла-бла-бла. Это стиль Клауда, а не Барретта. И они уже все равно в этом замешаны, замечают Тифа, так что давай уже рассказывай, что здесь происходит. Он ли убил всех тех людей в районе арены? Нет. Есть другой человек, который имплантировал себе пушку вместо одной руки. Это было 4 года назад, начинает свой рассказ Барретт. Это было в тот раз, когда он с Дайном возвращались домой из недавно построенного реактора Мака. Тогда приближавший им навстречу старейшина Карелла сообщил, что их городок был атакован солдатами Шиннера. Выйдя на уступ горы, с которого видно их родной город, Барретт с Дайном увидели, как он полностью поглощен пламенем. Барретт был в ярости и уже отчаялся, но Дайн был тем, кто сказал ему не сдаваться, ведь еще можно кого-то спасти. Но внезапно вслед за старейшиной прибегает отряд солдат Шиннера, которые убивают его, после чего пытаются застрелить и Барретта с Дайном. Но либо те были слишком проворными, либо солдаты учились у штурмюков из Звездных войн, друзьям почти удается сбежать. В этот момент к солдатам приходит их руководительница Скарлетт, которая начинает смеяться над косоруками подчиненными и насмехаться над Барреттом с Дайном, который все еще неподалеку. Она сталкивает одного из кривых солдат с моста и показывает остальным, где лучше встать, чтобы наконец попасть по друзьям. Те ранят Дайна, который пытался прикрыть Барретта и он начинает падать в пропасть. Уже измотанный, находящийся под отстрелом, Барретт никак не может вытащить своего лучшего друга. Дайн успевает лишь сказать, что они смогут вернуться, ведь его жена Элеонора и его маленькая дочь Марлин ждут их как вдруг очередная очередь, скорее всего из оружия в руках Скарлетт, проходит прямо через руки друзей. Барретт удалось сбежать, но он с тех пор не мог использовать свою правую руку. Он находился в депрессии какое-то время после всего произошедшего, но затем сделал себе специальный протез с пулеметом вместо своей руки. Он собирался отомстить корпорации Шиннера, которые отобрали у него все дорогое. Тогда же он узнал от доктора, у которого делал свой протез, что был еще один человек, который заказал себе подобную операцию руки, но левой, а не правой. Команда Клауда логично предполагает, что это был Дайн, а значит, если они его найдут, то смогут принять свой отряд, чтобы бороться против Шиннера. Но Барретт говорит им не рассчитывать на это. Сейчас его основная задача извиниться перед Дайном. Лишь после этого он может спокойно умереть без груза вины на душе. И именно поэтому он должен пройти этот путь один. Делай что хочешь. Это ты хочешь услышать? Спрашивает у него Клауд. В общем, я не могу тебе этого позволить. Нам нужна твоя помощь, чтобы спасти планету. Остальная команда поддерживает Клауда и напоминает Барретту, из-за чего они вообще все изначально собрались. Итак, они решают найти Дайна вместе. Найдя очередной застреленный труп и в целом поняв, что этот местный босс и есть сам Дайн, судя по описанию одного из заключенных, босс реально слишком злой сегодня или может быть наоборот это его самый счастливый день, герой выходит к свалке автомобилей. Пройдя через нее, они выходят к краю одной из глубоких расщелин, где дует сильный ветер и слышны выстрелы. Барретт просит Клауду и остальных оставаться на месте и выходит к человеку, который бесцельно стреляет в небо из своего протеза-пулемета. Дань, это ты? вопрошает у человека Барретт. Голос, который я не слышал годами. Человек прекращает стрелять и хромая на одну ногу подходит ближе к Барретту. Голос, который я никогда не забуду. Я всегда надеялся, что смогу снова когда-то тебя увидеть. Я знал, что ты живешь где-то. У нас была одинаковая операция. Слушай, Дань, я хочу... Не позволяя Барретту подойти ближе, Дань стреляет в металлическую броню на животе своего бывшего друга. Он говорит, что слышит голос. Голос своей умершей жены Элеоноры, которая умоляет его не ненавидит Барретта. Только из-за этого голоса Дань не пытался выследить и убить его все это время. Барретт соглашается с тем, что он был глуп. Он уже даже не просит простить его. Но что вообще Дань делает в таком месте? Почему он убивает людей, которые вообще не связаны с событиями их прошлого? Почему? Какого черта тебя это волнует? Вопрошает Дань. Разве мертвые понимают, почему? Извинения Шиндера позволяют жителям Карелла понять что-либо? Дайна не волнует причины. Все, что принесли Шиндера, это свои войска и тупые извинения. Все, что осталось от мира, это пустота и отчаяние. Все еще хочешь узнать, почему? Хорошо, я расскажу тебе. Потому что я хочу все уничтожить. Людей в этом мире. Сам этот город. Весь мир. У Дайна ничего не осталось в этом мире. Его город Карелл, жена Элеонора, дочь Марлин. Дайн, Марлин! Марлин жива! В тот день Барретт вернулся в город. Он думал, что уже никого не спасти, но побродив вокруг города через какое-то время он нашел ее. Нашел Марлин, дочь своего лучшего друга, совсем маленькую девочку, которой на тот момент еще и года не было. Неясно, каким чудом она смогла выжить, но Барретт забрал ее с собой в Мидгар и растил как приемную дочь. Теперь мы можем увидеть ее вместе, ладно? Значит, она еще жива. Осознание пришло к Дайну вместе со временно стихшим у расщелины ветром. Ладно, Барретт. Тогда, я думаю, нам придется сразиться друг с другом. Че? Не понимает Барретт. Элеоноры больше нет. Я должен отвезти Марлин к ней. Дайн, ты спятил? Марлин ведь хочет увидеть свою мамочку. Дайн начинает стрелять в Барретта, но тот отражает выстрел своим металлическим браслетом на руке. Остановись, Дайн! Я еще не могу умереть! А вот моя жизнь закончилась еще тогда. Дайн продолжает свою стрельбу, и Барретту приходится прикрываться от выстрелов также своим протезом. Прекрати! Я не хочу сражаться с тобой! Клаб пытается выступить на помощь Барретту, но тот требует не вмешиваться, ведь это его проблема. Для игрока начинается бой с боссом. Бой проходит в обычном формате, но участие в бою на этот раз принимает только Барретт. Протез на левой руке Дайна выглядит большим по сравнению с тем, что у Барретта. Но тем не менее, нашему герою удается победить его в честном бою один на один. Барретт пытается подбежать к раненому Дайну, но тот требует не подходить. Облокотившись на стену разрушенного дома, Дайн объясняет, что в тот злополучный день он не просто потерял руку. Он лишился чего-то незаменимого. Он уже не знает, когда все пошло не так. Барретт понимает его, но неужели бой это единственный вариант, чтобы все прекратить? Я говорил тебе, я... я хочу все уничтожить, все. Этот безумный мир, даже себя. Но что насчет Марлин? Что будет с ней? Дайн усмехается. В то время его дочь была слишком мала. Даже если он увидит ее теперь, то она сейчас даже не узнает его. Помимо этого, его руки слишком запятнаны, чтобы прикасаться к ней. Барретт. Дайн бросает Барретту ожерелье. Это его память об Элеоноре. Он просит передать это ожерелье Марлин. Значит, Марлин уже 4 года. Барретт никогда, никогда не заставляя ее плакать. Дайн? Но его лучший друг уже подошел к краю расщелина и спрыгнул с него. Барретт горыс накричит его имя, но ничего поделать не может. На этот раз, спустя 4 года, его лучший друг уже точно не выживет и будет погребен зубочими песками среди этой пустыни. Но ведь мы с тобой одинаковы, Дайн. Мои руки не чище. Я тоже не должен прикасаться к Марлин. Отчаянный вопль безысходности этого взрослого сильного мужчины, озаряемого закатом, проносится по округе. Продолжаем. Команда Клауда вбегает в грузовик Мистера Коутса, которому Барретт сообщает, что хочет подняться наверх. Мистер Коутс снова начинает объяснять правила, что только босс может выбрать кандидата на роль гонщика Чокоба, на что наш Громила прерывает его и сообщает, что по некоторым причинам Дайн больше не может говорить и демонстрирует ожерелье Илеоноры, после чего повторяет, что хочет подняться наверх. Сначала Мистер Коутс пугается, ведь кроме как убийства Дайна получить его ожерелье никто не мог. Но, возможно, без него в этой тюрьме теперь станет всё спокойнее. Босс никогда не заботился о том, кто кем здесь был. Барретт начинает злиться, ведь этот тип даже представить себе не может, что произошло с Дайном. Мистеру Коутс остаётся только ему поддакивать. Но в любом случае он не может выпустить героев из тюрьмы, так как единственный способ отсюда выбраться, это выиграть в гонках Чокова в качестве наездника. И за раз может подняться наверх только один такой наездник. Барретт снова начинает злиться, но Мистер Коутс ничего поделать не может, даже если его запугать. Правило есть правило, изменить его нельзя. Если его нарушить, то вся система освобождения сломается, чего нельзя допустить. Он предлагает поднять наверх одного из героев, после чего тот должен будет договориться с хозяином золотого блюдца ДИО. Барретт решает, что этим человеком будет Клауд, пока остальная команда будет ждать внизу. Все с ним соглашаются, и Клауду ничего не остаётся, кроме как тоже согласиться. «Всё, что им остаётся, это найти менеджера», продолжает Мистер Коутс. Как в ответ на его слова, в кузов грузовика входит девушка по имени Эстер, которая слышала весь разговор. Она предлагает себя на роль менеджера. Может она и выглядит забавно, но она лучший менеджер гонщиков Чокова в золотом блюдце. Я бы лично ещё назвал её роялем в кустах, но не суть. Клауд с Эстер отправляются в центральный лифт, ведущий наверх. Лифт долго поднимается, и Клауд успевает объяснить Эстеру всю ситуацию с заключением более детально. Та, в свою очередь, поняв всё произошедшее, решает, что сама поговорит с Дио. Клауду нужно будет лишь сконцентрироваться на самой гонке. Также она объясняет, что хоть это единственный способ выбраться из тюрьмы, это не означает, что все жокеи бывшие преступники. Есть наездники, которые гонятся за славой и известностью, есть те, которые соревнуются ради денег, ну и есть те, которые попали в тюрьму случайно, как Клауд. Также она может объяснить Клауду, или точнее игроку, как управлять Чокова, если требуется. Добравшись на лифте до зала ожидания, Эстер знакомит Клауда с Джо, лучшим жокеем в гонках Чокова на текущий момент. Сначала тот интересуется, как Клауд оказался в тюрьме, но потом извиняется, ведь это не его дело. Заявив о предчувствии, что они с Клаудом ещё встретятся, Джо выходит из зала. Эстер же уходит проверить Чокова, пока гонки ещё не начались. Она позовёт Клауду, когда наступит его очерёд участвовать. В зале сидит несколько не особо разговорчивых наездников, которые играют в карты. А также здесь можно найти очередную материю призыва Раму. Раму – это древний могучий маг, который атакует врагов силой молнии. Спустя какое-то время Диктор вызывает наездников на гоночную трассу для начала заезда. Эстер также вскоре выходит к Клауду и сообщает, что она зарегистрировала её в текущей гонке, а также приготовила для него очень неплохого Чокова. Игрок может снова уточнить правила езды, после чего гонка начинается. Со стороны эта мини-игра выглядит так же, как и при обычном просмотре трансляции гонки, но теперь одним из Чокова управляет Клауд. Игрок может повысить или понизить скорость Чокова, ускориться, а также постепенно восстанавливать шкалу выносливости Чокова. Необходимо контролировать весь процесс так, чтобы Чокова не устала раньше времени, но при этом не сильно сбавлял свой темп, чтобы его не обогнали другие гонщики. Также можно переключаться между ручным и автономным управлением. Во втором режиме птицы выполняют все действия самостоятельно. Если проиграть гонку, то Клауд снова вернётся в комнату ожидания, а Эстер постарается найти ему более быстрого Чокова. Таким образом, Клауд в итоге в любом случае выиграет гонку. После победы Эстер даст Клауду письмо, которое попросило её передать владелец Золотого Блюдца, если тот выиграет. В письме к Клауду обращается лично сам Дио, в котором рассказывает, что узнал про ситуацию с Дайном от Эстер. Он приносит свои извинения и освобождает всю команду Клауда из тюрьмы. Также, в качестве дополнительных извинений, Дио дарит Клауду небольшой подарок для их дальнейшего путешествия. Он сожалеет, что не может сказать это всё лично, но ведь он очень занятой человек. Тут по ПИЧС Клауду звонит Айрис и сообщает великолепные новости. Только что к ним приехал ассистент менеджера и отдал им в своё использование вездеходные багги. Тот же замечает, что у письма есть продолжение. Дио сообщает, что недавно встретил Сефирота. Он считает, что такие личности очень популярны у мальчиков возраста Клауда. Почему бы ему не взять у него автограф? Сефирот отправился в сторону деревни Гангага через реку на юге. Эстер прощается с Клаудом, но сообщает, что если у него будет свой Чокоба, то он всегда может вернуться в золотое блюдце, чтобы принять участие в гонках в качестве жокея. Багги позволяет героям быстро и свободно ездить по миру, пересекая пустыню, окружающую золотое блюдце, а также мелководья, которые встречаются у некоторых рек. Эти места нельзя пересечь обычным образом, без этого удобного транспорта. Но при этом, багги не защищает героев от случайных нападений монстров в открытом мире. Что ж, путь героев лежит в деревню Гангага. На лесной тропе, ведущей в деревню, Клауд замечает неподалеку знакомых нам турков Рено и Руда, которые обсуждают девчонок из команды Клауда. Руд стесняется, но говорит, что ему нравится Тифа. Рено удивлен. Бедная Елена. Но Руд утверждает, что Елене нравится Ценг. Рено снова удивляется, ведь Ценгу нравится Айрис. Слышавший все это, Клауд не может удержаться. О чем вообще эти двое разговаривают? Подошедшая к нему сзади Елена подтверждает, как это глупо. Эти двое всегда обсуждают, что им нравится или не нравится. Но вот Ценг. Он другой. Тут до нее доходит, с кем она сейчас говорит, и она убегает к Рено и Руду и сообщает им, что команда Клауду реально уже здесь. Рено просит Руда не сдерживаться, даже если в отряде Клауда на текущий момент есть девчонки. Елена убегает должить Ценгу, а между оставшимися персонажами на тропе завязывается бой. Рено хочет отомстить за то, как его избили некоторое время назад в седьмом секторе Мидгра. Если Рено, как и всегда, использует свою металлическую палку, то Руд дерется кулаками. Видимо, поэтому ему нравится Тифа, который ведет бой таким же образом. После непродолжительного боя турки смотрят на свои часы и отступают. Но что они вообще здесь сделали? Выглядело так, будто они знали, что команда Клауда придет сюда. Они следили за командой, предполагает Клауд, но он не заметил никаких следов слежки. Возможно, среди команды Клауда есть шпион, но Клауд даже думать об этом не хочет, так как он доверяет каждому. Идя дальше по тропе, команда Клауда может выйти к уничтоженному реактору Шинера. В этот момент к реактору прилетает вертолет, из которого выходят Турк Ценг и глава оружейного отдела Шинера Скарлетт, которые пытаются найти что-либо полезное, что мог произвести здешний реактор. Но, по словам Скарлетт, в мусорных реакторах можно найти только мусорную материю. А она ищет большую, огромную, громадную материю. Ведь, получив такую материю, они смогут создать совершенное оружие. Когда Ходжи пропал, у оружейного отдела повысился бюджет. Но даже если ее отдел создаст это оружие, сможет ли этот тупой глава отдела безопасности Хайдеггер вообще его использовать, противопрошает она. Ценг, который до этого отвечал ей лишь короткими фразами, на этот вопрос ответить не может. Скарлетт насмехается над ним. Она забыла, что Хайдеггер это его босс. В итоге, не найдя ничего полезного в этом реакторе, Ценг и Скарлетт покидают его. Клауд, который слышал весь разговор, изумлен. Зачем вообще корпорации нужно некое совершенное оружие? В том месте, где Скарлетт заговорила о мусорных материях, герой может найти очередную материю призыва. Титан. Титан это громадный исполин, который обрушивает на врагов поднятую им плиту. Урон идет от силы земли. И геморрой проходит очень быстро. Неподалеку от реактора есть небольшая деревенька. Та самая Гангага. Местные жители рассказывают, что сам реактор взорвался три года назад и забрал с собой множество жизней жителей деревни, которые теперь верят, что можно жить и без реакторов мака. Шинра построили этот реактор не заботясь о безопасности жителей и вот к чему это привело. Зайдя в один из местных домов, герои встречают в нем семейную пару. Владельцы дома узнают блеск в глазах Клауда, который бывает только у солдат. Эти мужчины с женщиной Клауда. Знает ли он солдата по имени Зак, они его родители. Около 10 лет назад их сын уехал в город, так как не хотел жить в деревне и собирался стать солдатом первого класса. После чего особо не выходил с ними на связь. Клауд не знает такого имени. Ну а если на этот момент в отряде будет Айрис, то она задумается. Это имя ей явно знакомо. Родители Зака говорят, что где-то 6 или 7 лет назад он прислал им письмо, где сообщал, что нашел себе девушку. Может ли быть Айрис этой девушкой? А по первой главе моих видосов мы помним, что Айрис рассказывала нам о том, что была влюблена в солдата первого класса, похожего на Клауда. Айрис в замешательстве покидает дом. Если же в отряде есть Тифа, то она также в задумчивости выйдет вслед за Айрис. Родители Зака больше ничего интересного не расскажут, поэтому Клауд пойдет спрашивать у девочек в чем дело. Он найдет Айрис, пребывающим в некотором шоке. Она даже не знала, что Зак был родом из этой деревни. Она подтверждает наши догадки. Он был ее первой любовью. Солдат первого класса по имени Зак. Это странно, ведь солдат первого класса всего несколько, но Клауд никогда о нем не слышал. Но это не важно. Для Айрис все в прошлом. Она просто разволновалась, так как слышала, что Зак пропал. Пять лет назад он отправился на работу, после которой так и не вернулся. Он нравился женщинам, эдакие Казанова. Возможно, нашел себе кого-то еще. В ответ Клауд может либо пожалеть Зака, либо начать ревновать. Но Айрис уже пришла в себя и снова начинает мило шутить. Спросив же у Тифы, знала ли она Зака, она с сомнением воскликнет, что нет, не знает его, несмотря на то, что ее лицо говорит обратное. История его родителей звучит так же, как и в ее детстве, когда Клауд покинул их родной город, пообещав Тифе, что станет солдатом. В то время было много подобных ребят, подмечает Клауд. На слова Тифы о том, что она действительно уважает Клауда, ведь он стал солдатом первого класса, тот может ответить, что это было просто везение, либо он старательно работал для этого. В ответ Тифа отшутится и поблагодарит его за беспокойство. В любом случае в деревне Гангага Сефирот не обнаружился, поэтому команде придется двигаться дальше. Герои преодолели достаточно большой путь, и вот под начало одной из ночей, когда они уехали по скалистой местности каньона, их багги внезапно сломался. Машина больше не работает, но, к счастью, рядом располагается странный городок, построенный прямо на одной из гор каньона. Возможно, там ребята смогут переночевать и найти механика, который починит такое удобное транспортное средство. Космо-каньон. Так называется это поселение. Подойдя ко входу в город, вперед команды внезапно вырывается Рэд-13. Я дома, это я, Нанаки, говорит он охраннику на входе. Страж радостно приветствует нашу кошку-собаку и говорит ему быстрее поприветствовать некого Бугенхагена, после чего Рэд-13 убегает вглубь поселения. Нанаки? Удивляется Клауд. Стражник рассказывает оставшимся на входе, что это вообще за место. Сюда приходят люди со всего мира, которые ищут знаний о жизни планеты. Но сейчас место переполнено, поэтому он не может пропустить их внутрь. Тут выбегает Рэд-13 и говорит Стражу, что команда Клауда помогла ему в его пути, поэтому их нужно пропустить. Ну, раз они помогли Нанаки, то героев рады здесь видеть. Кто такой Нанаки? Вопрошает Клауд. Нанаки, это Нанаки, отвечает Страж. Это его имя. Рэд-13 объясняет, что это его родной город. Его предки были защитниками ценителей этого прекрасного каньона и планеты. Храбрейшая мать Рэда-13 в прошлом сражалась и погибла здесь, тогда как его трусливый отец бросил его. Сейчас Рэд-13 последний представитель своей расы. Трусливый отец? Не понимает Клауд. Его отец был никудышным, поясняет Рэд. Но теперь Рэд-13 должен защищать это место и именно до сюда он хотел добраться, когда отправлялся с командой Клауда после того, как они покинули Мидгар в конце первой главы нашего рассказа. Его приключение завершается здесь. Эй, Нанаки, ты дома? Внезапно раздается голос откуда-то сверху и Рэд-13 убегает в сторону голоса, называя говорящего дедушкой. Чтобы наконец спокойно отдохнуть. А Клауд может изучить место более детально. Снаружи самой скалы есть различные палатки и деревянные домики, которые закреплены прямо на отвесных частях утеса, в которые можно забраться по лестницам. Помимо них большая часть жилых и торговых помещений располагается прямо внутри этой скалы. Следов реактора Мака, да и самой Шиннеры нет, и энергию местное поселение получает с помощью специальных ветряных мельниц. А освещается все это странное великолепие в основном с помощью факелов. Также в центре основной площадки горит огонь, который, как говорят, никогда не затухает и является священным. Внутри одного из внутренних помещений можно найти странную металлическую дверь. Стоящий рядом мальчик не понимает, зачем Букинхаген запечатал эту дверь и безуспешно пытается найти способ ее открыть. А на главной площадке можно встретить механика, который сам предлагает починить сломанные багги героев. На самом верху скалы располагается некое научное здание с огромным телескопом, выходящим из его крыши. Внутри него Рэд-13 знакомит Клауду со своим дедушкой. Странного вида дед, который буквально парит над полом и знает абсолютно все. Его зовут Букинхаген, но Рэд ласково называет его Букином. Хо-хо-хо! Я слышал, что ты присматривал за Нанаки! Говорит Клауду этот дед. После чего объясняет, что Нанаки все еще ребенок. На это Рэд-13 говорит, что ему уже 48 лет. Но раса нашего друга очень долго живущая. По человеческим меркам ему можно дать всего 15 или 16 лет. По поведению Рэда было трудно понять, что он столь юн, а все потому, что он действительно хочет быть взрослым, чтобы быть способным защищать свою родную деревню. На это Букинхаген снова смеется, как Санта-Клаус, и говорит, что Нанаки еще не может нормально стоять на своих ногах. Когда пройдет время смерти планет, он поймет, что абсолютно ничего не знает. Время смерти планеты? Не понимает Клауд. Старик снова смеется. Это может быть завтра, а может через 100 лет. Но этот момент уже близок. Откуда он вообще это знает? Я слышу плач планеты. В этот момент по комнате разносятся странные звуки. Звуки звезд в небесах, означающие, что планеты рождаются и умирают. Затем слышен еще один более громкий и жалобный звук. Старик смеется. Это крик их собственной планеты. Планета говорит, что ей больно. Она страдает. Ред-13 объясняет деду, что в этом цель путешествия команды Клауда — спасти планету. Почему бы Бугенхагену не показать им свою специальную комнату? Мои вкусы довольно необычные. Боюсь, ты не поймешь. Дедуля радостно хохочет и думает, что ничего плохого в этом не будет. В этот момент в помещение входит мальчик и говорит, что в город пришли какие-то странные люди, имея в виду команду Клауда. Ред-13 уходит объяснять жителям, кто они такие и просит Клауда позвать кого-нибудь из своей команды, чтобы показать эту специальную комнату. Всех взять нельзя, так как в ней может находиться одновременно только три персонажа помимо самого Бугенхагена. Друзья Клауда разбрелись по всему поселению. Кад Ши расположился на местной кухне, наблюдая за готовкой одной из поварей. Юффи явно пытается что-то украсть в одной из кладовок. Барретт находится в другой кладовой, где может рассказать, что в этом городе был парень, который изучал здесь планетарную жизнь. Решив начать что-то делать, он направился в Мидгар, чтобы сформировать террористическую группировку Лавина, которую позже возглавлял сам Барретт. То есть, по сути, Космо-каньон это место, где Лавина была рождена. Он всегда хотел попасть сюда и вот, наконец, сделал это, но теперь Лавины больше нет. Айрис с Тифой устроились за столиком в столовой. Первый предполагает, что сможет узнать у местных здесь больше от древних Элисетра, представительницей которых является. Ред-13 отдыхает в домике своего племени. Здесь видно несколько лежаков и множество разбросанных перьев, которые племя Нанаки использовало в качестве украшений. Он хочет отдохнуть и не видит смысла идти в эту таинственную комнату, так как был там уже множество раз. Собрав отряд, Клауд возвращается к Бугенхагену. Бугенхаген уже ждет их внутри этой комнаты, где располагается странное устройство. Откройся мне. Встав на него, герои поднимаются к потолку помещения, после чего начинают видеть проекцию планет в космосе. Что-то похожее на виртуальную реальность. Старик называет это место своей лабораторией. Герой видит как будто вживую наглядную демонстрацию движения планет в их звездной системе, немного похожей на нашу с вами солнечную. Но любовавшись видами падающих звезд и комет, поглощаемых черный герой, команда Клауда начинает слушать лекцию Бугенхагена. Время от времени люди умирают. Но что происходит с ними после смерти? Их тела разлагаются и тем самым возвращаются в планету. Эту часть знают многие. Что же насчет их сознания, их чувств, их души? Душа тоже возвращается в планету. И не только у людей. Это происходит со всеми живыми существами этой планеты. Такой процесс происходит во всей Вселенной. Души, что вернулись в планету, сливаются с другими и странствуют по планете. Они странствуют, сходятся и разделяются, превращаясь в итоге в единый поток, называемый течением жизни. Лайвстрим. Лайвстрим, другими словами, это путь энергии душ, путешествующих по планете. Новая жизнь. С помощью этой энергии дети появляются на свет. Затем они снова умирают, тем самым опять возвращаясь в лайвстрим. Бывают исключения, но это суть цикла жизни в этом мире. Энергия душ это источник жизни для всего живого, деревьев, птиц и людей. И не только живых существ. Он позволяет существовать в самой планете. И если энергия душ исчезнет, это основа изучения жизни планеты. Значит, если энергия душ исчезнет, то наша планета умрет, подытоживает Клауд. Просто так энергия душ исчезнуть не может, ведь это суть самой планеты. Но если кто-то попытается ею манипулировать или извлечь принудительно, каждый день реакторы Мака корпорации Шинра высасывают энергию душ, тем самым уменьшая ее. Энергия душ преобразуется в энергию Мака, которая сейчас используется людьми по всей планете. Энергия Мака не может быть преобразована обратно в энергию душ, поэтому эти реакторы приближают уничтожение планеты. Это то, что хотел объяснить Бугенхаген команде Клауда. Герои обсудили всю эту ситуацию. Также в ходе разговора Бугенхаген узнает у них, что Ред-13 все это время считал, что его отец трусливо бежал с поля боя во время защиты их города. Наступила ночь и команда Клауда собралась вокруг центрального костра. Барретт вспоминает, как он обещал когда-то своим товарищам Бигсу, Веджу и Джесси, что когда-нибудь они спасут планету Аншинра и они приедут в космо-каньон, чтобы отпраздновать это. Но они умерли ради планеты в Миндгаре и вернулись в нее. Смогут ли они простить его? Он не может дать ответа на этот вопрос, но если он может что-либо сделать, чтобы спасти планету и живущих на ней людей, то он сделает это, несмотря ни на что. Лавина снова родилась. Арис многое узнала от старейшин этой деревни, которые поделились с нею своими знаниями. Насчет древних Сеттера и земли обетованной. Но теперь она одна, последняя из них. Но я... Мы здесь вместе с тобой, ведь так? Говорит Клауд. Айрис понимает это, но ее все равно печалит то, что она последняя из своего рода. Тифа говорит Клауду, что эти факелы в городе забавные. Они наводят на нее множество воспоминаний. Она хочет поговорить с ним о том, что было пять лет назад, когда сгорел их родной дом, но боится спрашивать. Как будто бы он слишком отдалился от нее, изменился. Действительно ли это тот Клауд, которого она знала в детстве? Юффи, если она в команде, считает, что это место скучное и хочет уйти куда-нибудь, где можно найти еще больше материи. Катши просто безмолвно предается воспоминаниями о своем прошлом. Аред-13 немного делится своим. Давным-давно, когда он был совсем маленьким, то он часто сидел со своими родителями вокруг этого костра. Когда он думает о своей погибшей матери, то чувствует гордость и счастье. Но когда он начинает думать об отце, то его сердце переполняется злобой. Тут к героям подлетает Бугенхаген. Неужели Нанаки действительно не может простить своего отца? Конечно, ведь он бросил маму умирать, заявляет Ред-13. Когда племя Ги атаковало Космоканьон в прошлом, его отец сбежал, бросив его мать и жителей деревни. Подумав, Бугенхаген просит Реда взять с собой пару товарищей и пойти с ним, чтобы кое-что показать. Всем интересно, что же такое решил показать их другу этот дед, но пойти могут только Клауд и еще один персонаж. Они приходят к той таинственной закрытой металлической двери, которую нельзя было открыть ранее. Используя тайный переключатель, Бугенхаген открывает ее и вся компания начинает длинный спуск в углу пещер по лестницам и канатам. Пещера до отвала набита различными опасными монстрами-духами и различными ловушками. Она представляет из себя некое подобие лабиринта, где героям, помимо различных полезных предметов, предстоит найти тайные переключатели, открывающие скрытые двери, ведущие еще глубже внутрь горы. Помимо злых духов, в пещере встречаются большие пауки, перекрывающие дорогу героям своей паутиной. По пути Бугенхаген рассказывает героям, что все местные духи это то, что осталось от племени Ги, которое в прошлом напало на деревню и было убито в определенной битве. Мстительные духи Ги не исчезли и не могут вернуться в лайвстрим. Сама эта пещера ведет прямо в космоканьон, что-то вроде тайного прохода внутрь. Хоть племя Ги и численно превосходило жителей деревни, но они не могли здесь нормально атаковать, так как проход слишком узкий. Был один воин, который защищал весь путь через эту пещеру в одиночестве. Он отбивал нападающих бойцов племени Ги одного за другим. Дедушка, этим воином был? Начинает подозревать Нанаки, но дед лишь смеется в ответ. На выходе из пещеры герои внезапно натыкаются на странную стену в виде озлобленного лица. Умершие воины Ги, которые не смогли уйти отсюда в лайвстрим, каким-то образом смогли здесь объединиться в одного мистического духа, который перекрыл команде путь наружу. Начинается бой с очень опасным противником, духом, объединяющим в себя всю ненависть племени Ги к Космо-Каньону. После затяжного и нелегкого боя Бугенхаген благодарит Клауда, ведь без него они бы не выжили. Также он отмечает, что Нанаки стал гораздо сильнее, чем был раньше. И теперь, наконец, дедушка может показать ему, зачем он сюда его привел. Все вместе они выходят наружу из пещеры. Ред залезает на обвалы среди ущелья Каньона и смотрит вверх. Это... Воин, который сражался в одиночестве против племени Ги. Он не позволил им сделать ни единого шага внутрь Космо-Каньона. Но он так и не смог вернуться домой. Смотри же, Нанаки, смотри же на своего отца, на великого воина, Сето. На вершине одного из утесов, озаряемого лунным светом, пронзенный множеством стрел и обращенный в камень. В городе стоит кошка-собакоподобное существо, очень похожее на самого Реда-13, но с более длинной гривой. Это... Это Сето? Сето продолжал бороться с племенем Ги здесь, чтобы защитить этот каньон. Даже когда отравленные стрелы племени Ги обратили его тело в камень, даже когда они в итоге все разбежались, Сето продолжает защищать жителей своего дома. Даже сейчас. Даже сейчас... Только и может выдавить из себя Ред-13. Ты думал, что он был трусом и сбежал, но он в одиночестве рисковал своей жизнью, чтобы защитить Космо-Каньон. Значит, Сето... Повторяет Ред-13 имя своего отца. Но знала ли его мать об этом? Дед рассмеялся. Она знала. Родители Реда дали друг другу обещание навсегда закрыть вход в эту пещеру, чтобы никто и никогда не мог через нее пройти. Они попросили самого Бугенхагена запечатать дверь в нее и никогда никому не рассказывать о том, что происходило за ней. Они сказали, что все должны забыть об этой пещере для безопасности города. Затем Бугенхаген просит Клауду с товарищем оставить их с Редом наедине. И после того, как они отошли, он сообщает на Наге, что хочет, чтобы тот продолжил путешествие вместе с командой Клауда. Ред 13 не понимает. Тогда дедушка объясняет. Команда Клауда собирается спасти планету. Он не думает, что это возможно. Даже если они остановят каждый реактор на планете, это всего лишь отсрочит неизбежное. Даже если они остановят Сефирота, все в итоге исчезнет. Но он тут подумал недавно. Несмотря на все вышесказанное, если есть возможность что-либо сделать как части планеты, чтобы облегчить ее страдания. И не важно, что произойдет в итоге. Почему бы не попробовать? Бросить вызов судьбе? Он слишком стар, чтобы сделать что-то с этим. В этом году ему будет уже 130 лет. Но на Наге, на Наге и Шимолад. Поэтому он и просит его пойти с Клаудом. Ради него. Ради планеты. Он хотел показать Реду, каким был его настоящий отец, прежде чем тот уйдет отсюда. И он рад, что они успели встретиться, прежде чем старость взяла вверх над стариком, чтобы показать ему это. Реду 13 не нравятся такие слова. Он не знает, что будет делать, если его дедушка умрет. Поэтому он пойдет вслед за Клаудом. Увидит, что произойдет с планетой, а потом вернется и расскажет ему. Я Нанаки из Космо-каньона. Сын великого воина Сета. Я вернусь настоящим воином, заслуживающим этого имени. Раздается звук всплеска упавших капель. Это слезы Сета, душа которого еще жива внутри покрывшего его камня. Слезы радости и гордости. Он услышал слова своего сына, который наконец смог простить его. Нанаки начинает выть, ведь он понимает, что его отец все равно навсегда останется здесь, озаряемый лунным светом, вечно продолжая охранять запретный вход в свой родной дом, Космо-каньон. Девочки, я снова плачу. На утро, собравшись у центрального костра команде, Барретт сообщает, что их баги починили и они могут отправиться в свой дальнейший путь. Если поговорить с механиком, который чинил их машину, то тот скажет, что сделал это бесплатно. Но если дать ему тысячу килей, то он расскажет, что кто-то забыл ценный эликсир под диванной в гостинице, который игрок может забрать. Уже на выходе из города героев догоняет Ред-13, который сообщает, что пойдет с ними дальше. Подошедший вскоре Бугенхаген просит Клауда присматривать за Нанаки. На вопрос, что случилось, Ред-13 заявляет, что он, кажется, немного позрослел и убегает в баги. Итак, команда вновь отправляется в путь, который лежит к ближайшему отсюда городу, Нибелхейму. Нибелхейм это родной город Клауда и Тифы, который был сожжен пять лет назад Сефиротом, о чем я рассказывал в прошлой части. Если не знаешь или плохо помнишь произошедшее, то рекомендую тебе посмотреть вторую часть моей истории компиляции Final Fantasy VII. Нужное описание можно посмотреть там по таймингу прошлая Клауда. Но в чем дело? Город выглядит совсем неизменившимся, как будто пожара здесь и не было. Клауд уверяет команду, что он не врал. Он до сих пор чувствует на себе жар того пламени. В самом городе каких-то адекватных жителей почти нет. Почти все, кто здесь находится, носят черные плащи. Не могут договорить нормально, но упоминают некое воссоединение. В доме, где раньше жил Клауд, можно поговорить с незнакомой ему женщиной, которой он сообщает, что жил в этом доме до 14 лет, а также о пожаре, который был здесь потом. В ответ, женщина называет его больным и требует покинуть дом. В доме Тифы можно увидеть одного из людей в черном плаще, который произносит, что должен что-то получить и отнести Сефироту, а затем стать с ним единым. На руке у этого человека татуировка в виде цифры 5. В другой комнате есть человек с татуировкой цифры 11, который снова говорит о воссоединении. На втором этаже дома Тифы очередной человек в черном плаще с татуировкой цифры 4 говорит, что ищет великого Сефирота. Подойдя к пианино, Клауд четко вспоминает, что играл на нем. Так почему оно не сгорело? При желании он может снова на нем сыграть. В подсобном помещении гостиницы очередной носитель черного плаща с татуировкой цифры 6 говорит, что должен идти к воссоединению. У хозяина же гостиницы Клауд спрашивает, какого черта вообще здесь происходит, ведь город должен был сгореть 5 лет назад, на что тот просит не говорить его такие ужасные вещи. Ведь он тут родился и вырос, и никакого пожара здесь никогда не было. Тифы заявляет ему, что он врет, на что хозяин отвечает, что это было грубо, и если команда продолжит говорить такие вещи, то он будет вынужден попросить их уйти. В магазине рядом Клауд находит еще нескольких адекватных людей без плащей, которые рассказывают ему о своем чудесном городе. Но Клауд уже никому не верит, ведь он здесь жил до 14 лет и не помнит никого из них. В ответ его снова обвиняют во лжи. Рядом есть человек в плаще с татуировкой цифр 12, который говорит, что слышит голос Сифирота. У особняка Шинера есть еще несколько человек в плащах, которые говорят, что великий Сифирот зовет их, и что он внутри особняка. Клауд с друзьями устремляются внутри здания. Внутри кроме монстров никого нет. Недолго думая, герои спешат в библиотеку в подвале, который ведет потайная дверь. В ту самую библиотеку, где Сифирот обезумел пять лет назад. И они находят его там. Это место навевает воспоминания. Ты примешь участие в воссоединении? Спрашивает он у Клауда. Но тот даже не знает, что это вообще означает. Сифирот сообщает, что Дженова будет на воссоединении и присоединится к нему, став бедствием с небес. Клауд удивлен. Дженова бедствия с небес? Разве она не одна из древних? Сифирот расстраивается. Он не думает, что Клауд готов участвовать в воссоединении. Он говорит ему, что уходит в горы Нибеля, и если Клауд хочет узнать больше, то может пойти за ним. После этого сбивает Клауду с ног ненужной ему материи и улетает из особняка. В одной из комнат около входа в особняк можно начать одно необязательное задание. Но в моей истории будем считать, что оно точно было выполнено сейчас, так как является одним из важнейших событий в истории компиляции. Так было с Юфи в прошлой части. Итак, на полу одной из комнат особняка Клауд находит записку от бывшего здесь когда-то давно рабочего Шинера, в которой он пишет, что должен избавиться ото всех, кто стоит на пути его исследований, даже если это кто-то из турков. Он научно изменил его и погрузил в сон, после чего запер его в одной из комнат в подвале. Если кто-то хочет найти его, то нужно сыграть в некую игру по поиску четырех значений от кода сейфа, в котором лежит ключ от той комнаты. Чтобы вскрыть сейф, нужно за 20 секунд подобрать верную комбинацию. Далее в самом письме есть подсказки к местоположению записок с этими значениями. Когда команда Клауда находит все эти записки состоящие из двух разных половин. Одолев его, Клауд может подобрать выпавшую из сейфа очередную материю призыва Один. Один — это древний рыцарь на коне с шестью ногами, который может призваться с мечом, который моментально убивает слабых противников. Либо с копьем, который запускает высоко в небо, откуда оно падает на врага, нанося ему огромный урон, если его нельзя убить сразу. Наконец, забрав из сейфа ключ, герои возвращаются в потаной подвал особняка. Открыв там запертую дверь, за которой находятся странные гробы со скелетами, о которых я упоминал в прошлой части, герои могут увидеть гроб, который закрыт. Пробудить меня от кошмара! Кто это? Крышка гроба резко слетает с него, и из него появляется странный человек, одетый в черную одежду с элементами золотой брони на левой руке и ногах, но больше всего в его виде примечателен длинный разодранный красный плащ. Он просит Клауда и остальных уйти, так как он их не знает. Герои говорят, что неудивительно, что ему снятся кошмары, раз он спит в таком месте, но тот заявляет, что его долгий сон дает ему время на искупление, после чего снова требует уйти. Этот особняк может стать началом их кошмаров. Клауд понимает это лучше, чем кто-либо, и рассказывает ему, что именно здесь Сефирот погрузился в свою тьму. Услышав имя Сефирота, человек встает, или точнее взлетает на край своего гроба, после чего просит рассказать Клауда, о чем идет речь. Тот пересказывает все произошедшее. Но после услышанного, этот странный человек все равно отказывается рассказывать ему свою историю и просит героев уйти. То, что он узнал, лишь добавило ему очередной грех. Он ложится обратно в свой гроб. Но Клауд настойчив и просит хотя бы сказать им его имя. Человек говорит, что он был членом департамента административных исследований Шинера, также известным как Турки. И, наконец, сообщает свое имя. Винсент. Теперь он бывший член Турков и не имеет никакого отношения к Шинера. Узнав, что Клауд в прошлом также был связан с Шинера, быв у них солдатом, Винсент спрашивает, не знает ли тот Лукрецию. Это женщина, которая родила Сефирота. Но ведь мать Сефирота это Дженова, сообщает Клауд, на что Винсент отвечает, что это не совсем так. Это просто теория. Физически родила Сефирота именно Лукреция. Она была ассистентом профессора Гаста в проекте Дженова. Прекрасная Лукреция. Они производили человеческий эксперимент, который нельзя было отменить. Винсент не мог остановить её. И это его грех. Он позволил той, которую любил и уважал больше всех, встретить худшее. То есть, в качестве наказания ты выбрал сон? Это странно, говорит один из членов команды Клауда. После этого Винсент закрывает гроб и продолжает спать. Но когда герои уже собираются уходить из подвала, этот странный человек внезапно их останавливает. Он спрашивает, встретит ли он Ходжа, если пойдёт с ними. Клауд не знает, но, возможно, рано или поздно они снова на нему наткнутся. Клауд только рад принять бывшего опытного турка в свою команду. Итак, Винсент. Винсент Валентайн. На вид ему 27 лет. Является восьмым игровым персонажем и одним из секретных, как и Юфи. В бою использует пистолеты, а также может превратиться в бесконтрольного монстра, если использует лимит, что говорит о весьма загадочном прошлом, о котором пока почти ничего не известно. После этого герои направляются в горы Нибеля. Переодолевая опасные горы, мост, который на месте, хотя вроде как оборвался пять лет назад, задние помещения реактора и очередного монстра-босса, герои могут выйти к реактору, в котором ранее размещалась Дженова, и который всё ещё работает. Но здесь никого нет, поэтому они идут дальше через горы, пока наконец не выходят снова в открытый мир. Не найдя ни где следов пребывания Сифирота и попродив по округе, они видят небольшую деревню со здоровой космической ракетой посреди неё. Уже описание этой деревни выглядит интересно, да и рядом больше нет никаких других поселений, поэтому герои отправляются в неё. Ракетный городок, так он и называется. Вблизи видно, что ракета ржавая и старая, а также она накренена вбок, как будто бы готовая упасть на город в любой момент. Интересно, зачем они сделали что-то настолько большое, удивляется Клауд. Расспрашивая горожан в городе, команда Клауда узнаёт, что никого в чёрных плащах здесь не было, но лучше о самом городе и событиях внутри него спрашивать у некого капитана. Этот капитан был пилотом ракеты, когда корпорация Шинера была заинтересована в космической программе. Он должен был стать первым в мире астронавтом, но произошёл некий инцидент. С тех пор он прожигает свою жизнь, мечтая о том, что когда-нибудь выйдет в открытый космос, при этом поддерживая ракету в рабочем состоянии. Сам этот городок раньше был базой, где Шинера запускали ракеты. Все в этом городе были механиками в то время, когда планировалось запустить эту огромную конструкцию. Эта ржавая ракета, которая имеет номер 26, всё, что осталось от космической программы Шинера. Она так никогда и не покинула Земли. В одном из домов можно увидеть крутую тачку в гараже, который помимо неё забит запчастями и кучей огнестрельного оружия. А на заднем дворе этого дома герои натыкаются на небольшой самолёт с логотипом Шинера на нём, а также с граффити. Тинни, Бронко. Клауд считает, что самолёт крутой, а сопартицы уже предлагают забрать его, ведь они лишились транспорта. Как вдруг к ним из дома выходит девушка в научном халате и больших очках. «Могу ли я вам чем-то помочь?» спрашивает она. «Просто смотрим», заявляет Клауд. В ответ она говорит, что если они хотят использовать этот самолёт, то им нужно получить разрешение капитана, который сейчас должен находиться в ракете. Саму её зовут Шера, и поняв, что герои не относятся к Шинера, она слегка расстраивается, так как думала, что они прибыли для возобновления космической программы. Сегодня запланировано прибытие президента Руфуса, из-за чего капитан висит на нервах с самого утра. Удивлённые вестями о Руфусе, герои направляются на ракету, чтобы познакомиться с этим таинственным капитаном. Перейдя через кучу кабелей и труп, лестницы на аду измачт опор, с которой попадают внутрь верхней части ракеты. У стоящего там по виду механика они спрашивают, где капитан. Капитан? Это я капитан! Хоть все и называют его капитаном, но зовут его Сид. Сид Хайвинд. Уже по происходящему на экране понятно, что он присоединится к команде Клауда в дальнейшем, как последний, девятый игровой персонаж, если считать двух секретных Юффи и Винсента. Поэтому опишу его сразу. Ему 32 года, и в бою он использует копье. Имя Сид это одна из пасхалок игр серии Final Fantasy, как Чокоба и Муглы. Владельцы имени Сид в других играх так или иначе были связаны с транспортным средством, на котором герои этих игр могли путешествовать по всему миру. Если спросить нашего Сида про его ракету, то он расскажет, что Шинра разрабатывала множество технологий в течение бессмысленной войны. Сейчас это компания по производству Мака Энергия, но в старые времена компания занималась оружейными разработками. И тогда они смогли изобрести ракетный двигатель. Это было так невероятно думать о том, чтобы выйти в открытый космос. Мечты людей были все больше и больше. Они вбухивали кучу денег в разработку, создавая прототип ракет за прототипом. И вот, наконец, они завершили свою Шинра номер 26. И они выбрали для нее лучшего пилота Шинры, или точнее всего мира, его, Сида, заявляет он без тени смущения. И когда наступил день запуска, все шло хорошо, но... Из-за этой тупорылой шеры запуск был отменен, поэтому они стали такими жопошниками. Шинра отменила свои планы по изучению открытого космоса, обнаружив, насколько прибыльна энергия Мака. После чего сообщили об этом Сиду, разрушив его чертовы надежды. Твари! Его мечта была для них лишь цифрой в финансовом отчете. Посмотри на эту ржавую ракету! С ней я должен был быть первым человеком в космосе! С возмущением и грустью заявляет он Клауду. С каждым днем она все больше накореняется, и он не знает, что будет раньше. Она рухнет на город, или он свалит отсюда. Его последняя надежда это поговорить сегодня с новым президентом. По его словам, Руфус вскоре должен прибыть с новостями по перезапуску космической программы. Молодой президент, это то, что нам надо! У него тоже еще есть мечты! Когда же герой наконец просит у него самолет Тинебронко, то он просто посылает их на хуй, так как не отдаст им свою самую заветную жемчужину. В таком случае команда снова подумывает о том, чтобы угнать Тинебронко и возвращается в дом Сида, где их встречает Шера, которая неожиданно хочет с ними поговорить. Она уточняет, рассказал ли им чего капитан, как тут на пороге появляется и он сам. Ебать! Шера! Ты чё, слепая? У нас гости! Нали им блядь чай! С извинениями та быстро идет в плите заваривать чайник. Не стоит беспокоиться, начинает Клауд. Заткнись! Сядь на свой стул и пей свой чертов чай! Сид явно зол и уходит на задний звор тюнинговать свой самолет, о чем говорит Шерри. И убедись, что они получили свой чай, ясно? Клауд извиняется перед Шерри за произошедшее, ведь это из-за них все это началось. Но та заявляет, что Сид всегда такой. Но почему он настолько груб с ней? Это все из-за моей тупой ошибки. Это я уничтожила его мечту. Она начинает свой рассказ о прошлом. Эй, шевели с задницей, ты работаешь как улитка! Сид насмехается над Шерри, которая бережно и тщательно проверяет кислородные баки в ракете. Он говорит ей, что быть осторожны хорошо, но от постоянной проверки этих баков ничего не изменится. С этими штуками ничего не случится. Но... Никаких но! Ты же не тупая, так будь эффективнее! Шера только снова извиняется в ответ. В верхней части ракеты команда Сида приветствует его. Их мечты наконец-то становятся правдой. Они горды быть частью запуска Шинеры номер 26. Все приготовления окончены и все готово ко взлету. Оставьте это мне! Скоро вернусь! Поблагодарив и пройдя через выстроившуюся перед ним команду, пожелавшую ему успешного полета к мечте в открытый космос, Сид входит в отсек управления ракетой. После проверки и подтверждения, что все готово к запуску, по связи ему сообщают, что начали повышать давление двигателя. Шинеры номер 26. Три минуты до запуска. Начинаем отсчет. Наконец-то! Внезапно раздается сигнал тревоги. Сид, у нас чрезвычайная ситуация. Один из механиков все еще двигатель на отсеке. Что? Кто это маленькая пи***а? Я не знаю. Запускаем интерком с двигательным отсеком. Эй, мать твою! Кто все еще там? Это Шера, капитан. Не беспокойтесь обо мне и продолжайте запуск. Шера? Что ты там делаешь? Я была обеспокоена тем, что результаты по тестам кислородных баков не были удовлетворительными. Ах ты тупая маленькая пи***а! Там все будет так жарко, что тебя разъебет нахуй, когда мы взлетим! Ты сгоришь заживо! Подохнешь! Ты же понимаешь! Меня это не волнует. Если я исправлю проблему с баками, то запуск будет успешным. Я почти закончила. Почти закончила? Ты сдохнешь! Сид, мы должны начать отсчет, иначе не сможем сделать это. Запускаем двигатель. Эй, подождите, Шера все еще там! Что ты будешь делать, Сид? Если мы сейчас все отмерим, то потребуется еще 6 месяцев до следующего запуска. Твою мать, Шера! Ты хочешь сделать меня убийцей? Капитан! Шера? Проверка бака номер 7 завершена. Когда проверю бак номер 8, я закончу. Давай, Шера, поторапливайся! Ты же умрешь! 30 секунд до запуска. Начинаем отсчет. Сид, забудь о ней, мы не успеем вовремя. Что? Что я? Что мне делать? 15 секунд до запуска. Внутренняя температура поднимается. О, черт! Луна! Открытый космос! Моя мечта! Запуск двигателя! Бля! Он нажал на экстренное отключение двигателя, отменив миссию, чтобы спасти мою жизнь. Завершает свою историю Шера. После этого космическая программа была прекращена и запуск был отменен насовсем. Шера снова винил себя в том, что разрушила мечту Сида. Поэтому ей не важно, что говорит о ней капитан. Она живет ради него. Шера! Ты все еще не налила им чай! Сид вернулся с заднего двора и уселся за стол, закинув на него одну ногу, пока Шера с извинениями продолжила доставать кружки, чтобы налить в них кипяток. Хозяин дома считает себя весьма гостеприимным, но он обеспокоен. Руфус опаздывает. В этот момент в дом входит пухлый мужичок, которого мы видели еще в Мидгре в первой части. Тот жирный чувак, как называет его Сид. Глава космической программы по имени Палмер. Сид бежит к нему. Почему они заставили его ждать? Когда снова стартует космическая программа? Но Палмер не знает и рекомендует Сиду поговорить с президентом, который снаружи. Матеря бесполезного Палмера, Сид выбегает из дома, который в свою очередь просит не называть его жирным. После чего подходит к Шере, прося ее тоже налить ему чая. И чтоб было много сахара, меда и, конечно же, сало. Что? Команда Клауда же выбегает наружу за Сидом. Руфус сообщает Сиду, что не собирается возобновлять космическую программу. Он прибыл сюда за самолетом Сида. Он с его солдатами преследует Сифирота, но, видимо, следовали по ложному пути. В итоге он думает, что знает, куда направляется Сифирот. Но чтобы нагнать его, им нужно пересечь океан. А для этого требуется самолет для дальнего перелета, который здесь рядом есть только у Сида. Сид снова матерится. Сначала воздушный корабль, затем ракета, и теперь его Тинни Бронко. Шин разобрали у него открытый космос, и теперь хотят отобрать небо. Но Руфус напоминает ему, что это благодаря Шинре Сид вообще смог изначально летать. В этот момент к Клауду из дома выходит Шера и просит его зайти в дом. Она сообщает, что Палмер ушел на задний двор к самолету, видимо, собираясь его украсть. И если команде Клауду нужен Тинни Бронко, то самое время пойти поговорить с ним. Во дворе они видят этого чудика, который пытается понять, как вообще управлять этим самолетом. Клауд же сообщает, что самолет заберут они, и Палмер наконец их вспоминает. Он видел их в центральном штабе Шинера, когда был убит прошлый президент. Он зовет охрану, но его никто не слышит, и тогда он атакует героев сам. Несмотря на всю странность и чудачливость, этот тип может постоять за себя. Какое это время. Но в итоге, его чуть не сбивает Тинни Бронко, который он все-таки как-то сумел запустить до этого. Скорчив рожу, Палмер собирается сбежать, но один из подъехавших грузовиков Шинера сделал это бегство не очень удачным. Герои запрыгивают на наконец взлетевший Тинни Бронко. К их удаче, хоть и без пилота, но самолет заносит прямо над Сидом и Руфусом. Понимая, что делать нечего, Сид бежит вслед за своей жемчужиной, которую уже вовсю обстреливают солдаты Шинера. Бл***ть, они повредили хвост! Экстренная посадка. Пытается пошутить клауд в такой ситуации. Сид указывает им крепко держаться за самолет. Сейчас будет большой всплеск. Она больше не взлетит, грустит Сид по своему самолету. Клауд же предлагает использовать ее в качестве лодки. Да б***ть! Делай что хочешь! Ну а ты, Сид, что теперь думаешь делать? Тот без понятия. Он теперь полностью покончил с Шинера и устал от ракетного городка. Что же насчет жены, Шеры? Сид смеется в ответ. Даже мысли о женитьбе на ней заставляют его вздрагивать. На вопрос, что же будет делать Клауд с его командой, тот поясняет, что они идут за Сефиротом. И возможно когда-нибудь они разберутся с Руфусом и Шинерой. Сид ничего не понимает, но просит взять его с собой. Никто из команды не против. Рад быть на борту, тупоголовые! Тупоголовые? Да! Любой тупой настолько, что идет в наши дни против Шинеры, обязан быть тупоголовым! Ха! Мне нравится! Но куда им теперь двигаться? Сид слышал, что Руфус идет за Сефиротом в место под названием Храм Древних. Никто не знает, где он находится, но это название Храм Древних. Оно беспокоит Клауда. Но оно пока не должно беспокоить вас, мои дорогие зрители, потому что на этом мы заканчиваем третью часть серии видео по разбору сюжета компиляции Final Fantasy VII. Сегодня наши герои исследовали практически все возможные места западного материка, снова встретили Сефирота и наконец полностью собрали свою команду. Что же будет дальше? Что за Храм Древних? Куда теперь можно доплыть на Тине Бронко? Об этом и о многом другом я поведаю вам уже в следующей части. Надеюсь, что смогу выпустить ее быстрее, чем эту кек. Хочу отдельно поблагодарить вас за просмотры, лайки и комментарии, которые вы мне пишете. Все это очень сильно мотивирует на мое скорейшее производство новых видосов. Буквально один комментарий с текстом «Будет ли продолжение?» или «Классное видео!» может заставить меня поднять свою ленивую задницу и начать работать. А чем больше подобных комментариев, тем быстрее и круче я стараюсь выпустить продолжение. Спасибо! Увидимся с вами в четвертой части. Ну а пока... Все, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты, жамкайте на колокольчик под видео, чтобы не выпускать новых видосов. В общем, всем удачи, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!